Дорогие друзья, я очень благодарен вам всем, что вы все-таки нашли время и пришли на нашу встречу. И я каждого из вас действительно очень искренне рад видеть, потому что на сегодняшний день в сложных условиях, когда каждый день у нас происходит что-то новое, от чего у нас не так много радости, найти вот этих несколько часов времени и прийти все-таки на мероприятия, которые не очень-то связаны с нашим насущным хлебом, это, мне кажется, в принципе, равносильно подвигу. Повод, конечно, вы все знаете, о чем речь. Мы сегодня говорим о книжке. Я честно скажу, я счастлив, как ребенок. Я когда первый раз открыл, вот Тамара Григорьевна, я сейчас ей дам слово, это издатель, директор издательства «Глобус Пресс», чудесное, прекрасное виньское издательство. И я даже не ожидал, насколько эта прекрасная выйдет книжка. Я имею в виду с точки зрения самой фактуры. Я не говорю про содержание, содержание и так вы все знаете. С точки зрения фактуры, прекрасная бумага, твердый переплет, ламинированный, причем вот этот ламинат. Я звоню, говорю, Тамара Григорьевна, ламинат забыли. Она говорит, что вы, это такая технология, вы попробуйте. Я наливаю на нее воды, она держится, действительно. Вот чудесная мелованная бумага. В общем-то эти тексты, конечно, я безумно счастлив от того, что они изданы именно таким образом. Я даже вот, я уже говорил сегодня на камеру, я когда открыл первый раз, вот мы об этом сегодня будем говорить. Книжка устроена таким образом, что ее можно открыть в любом месте и, собственно говоря, ничего не потеряешь, будешь читать и что-то можно, как бы, что-то будет такое интересное увидеть, для себя понять. И вот я открываю на любом месте, первый раз, ничего себе, спохватываясь вдруг меня, вот Оксана, тормошит через 40 страниц, и я, оказывается, думаю, надо же, как это все интересно. Потому что, как в старом анекдоте, да, когда Брежнев по поводу этой целины, поднятой целины, да, интересная книга, можете самому почитать. Так и здесь. Книга действительно, потому что, когда ты ее смотришь, когда ты вообще, то есть это какое-то новое чувство, когда ты видишь собственные тексты, которые ты действительно знаешь на зубок, и когда ты их видишь вот уже в таком полиграфическом исполнении, то действительно впечатление, как бы, совершенно другое. Вот. Я поэтому хотел бы вначале, как бы, такую, рассказать, как бы, рекламент, несложный, небольшая официальная часть. Я хочу, вот, я дам слово Тамаре Григорьевне Трубниковой, директору издательства «Глобус Пресс», и моему другу, моему коллеге, моему партнеру Алексею Некрасову. Это продюсерский центр «Некрасов», концертное агентство «Некрасов». Как генеральному меценату, каждый из вас, очень многие из вас, кто здесь, в этом зале, внесли небольшую, как бы, ну, посильную, для кого-то, кстати, и довольно большую лепту, издание этой книжки. Но, как было обещано по системе краудфандинга, у нас есть два генеральных мецената, которые, как бы, дали основную часть, как бы, денег на издание. Вот один из них Алексей Некрасов, он потом тоже скажет пару слов. Я хочу немножко, как вступление, сказать о том, о чисто технической стороне вопроса. Что система краудфандинга, она появилась относительно недавно. Она, речь идет о том, что, когда есть какая-то идея, например, есть желание что-то воплотить, какой-то проект, но на это нет денег, то человек обращается за помощью к общественности. Это, как бы, не совсем просьба о помощи в таком, как бы, традиционном смысле слова, как вот мы привыкли. Потому что, вот, в первые же дни, когда, вот, я объявил о начале проекта, это был декабрь 2012 года, уже два года назад, постоянно, в принципе, и до сих пор начали раздаваться со всех сторон упреки. Что, ну, что это такое, как бы, что неужели некуда там эту копеечку занести? Есть, как бы, много нуждающихся, есть люди обездоленные, есть, как бы, болящие дети, детские дома. Почему, собственно говоря, мы должны тешить эго одного человека? Здравый смысл в этом, конечно, есть, если не учесть одной важной детали. Речь не идет о том, что автор проекта просит на что-то деньги. Речь идет о том, что краудфандинг – это предварительная продажа готового будущего продукта. То есть, предварительная продажа по специальной цене. Например, многие же из вас знают, там было обещано, что тот, кто переведет на книжку уже 50 гривен, это была цена два года назад, тот эту книжку получит. И так оно и есть. Многие уже, те, кто из нагородней, уже эта книжка разослана. Те, кто сейчас среди нас в зале, те эту книжку получат, даже уже стартуя от той цены, которую люди дали, вот эти 50 гривен. На сегодняшний день себестоимость книжки действительно очень высокая. Я, поскольку краудфандинг предполагает прозрачность, я опубликовал платежку на типографские расходы. По ней видно, что стоимость издания была 28 800, а только типографские, не считая сложной работы редакторской, верстальщикой и все прочее. И себестоимость этой книжки только типографская, 72 гривны экземпляр. Если с учета того, что на книжку собрано 21 тысяча с копейками, вот, типографская цена 28 800, то себестоимость ее почти там 150-160 гривен, 170, может быть, даже, с учетом того, что один из редакторов, это житель Евросоюза, и там приходилось платить другой валюте. Так вот, несмотря на высокую в себе стоимость, прозрачная, значит, бухгалтерская сторона здесь соблюдена абсолютно точно, прозрачно, речь идет о том, что предлагалась людям некая система предварительных, скажем так, предварительное вложение денежки по вот этой копеечке, то, что нам дало возможность в будущем этот проект реализовать. Безусловно, конечно, изначально мы планировали, во-первых, книжку в два раза тоньше, когда Тамара Григорьевна мне звонит, говорит, 350, 380, 420, 464 страницы в итоге. Ну, что делать? Да, выкинуть было все жалко, все, что там не было. Каждое слово было на вес золота, жалко было выкинуть, поэтому издавали как есть. И, конечно, с этими типографскими расходами на сегодняшний день, так как мы хотели, когда-то изначально, в конце 2012 года, планировалось, что книжка будет 200-страничной, с цветными небольшими вкладками, тиражом до 3000 экземпляров, на это требовалось 5000 евро на тот момент. Вот, поскольку собрано, как бы было существенно меньше и девальвация курса, нам хватило денег фактически на 300 экземпляров книги, вот, еще 100 экземпляров, то есть книга издана тиражом 400 экземпляров, еще 100 экземпляров, я очень благодарен своей жене Оксане, которая просто лично взяла и доложила, спасибо. И я об этом честно, как бы, написал тираж, то есть я не стал, как многие бывают авторы, как бы приумножить, приукрашать, что вот у нас тут 1000, 2, 5, 10, 15, нет. Мало того, если может кто-нибудь сегодня читал мой последний пост в социальных сетях, он, конечно, немножко горький, он был связан с тем, что очень многие, те, кого я хотел видеть, например, моя учительница первая по литературе, ну, по причине болезни, конечно, безусловно, то есть сейчас грипп многих скосил, ну, ей были извинения и разного повода, то ребенка не с кем оставить, то с работы не отпускает, и вот я такой немножко грустный пост, он посвящен тому, что я за последних уже лет 5 выработал такую концепцию, что я не собираюсь никому ничего рассказывать, доказывать, просить, в этом нет нужды. Я сделал вот одну даже такую оплошность, опрометчивую, в одной из групп в фейсбуке, где 10 тысяч человек, есть такая группа, называется «Моя книга». Ну, я в ней давно состою, и когда я получил этот первый сигнальный экземпляр, я прям на радостях вот этими, там, несколькими фотографиями поделился, что вот какое счастье все-таки держать сигнальный экземпляр собственной книги. Модератор этой группы, очень известный в Украине журналист, тоже автор ряда книг, я не хочу назвать его фамилии, он этот пост удалил. Когда я задал причину, вопрос как бы о причине открыто, публично, там развелась целая полемика и дискуссия о том, что, в общем-то, эта группа не для авторов, чтобы рекламировать свои, как бы, так сказать, произведения. И реакция там была неоднозначная, но вопрос в другом. Одна из участниц, преподаватель столичного вуза, написала в комментариях, ну, знаете что, киньте в меня ссылкой, почитаю. Так вот, я хочу сказать, что я сознательно выработал в себе такое много лет уже, это не связано только с изданием книги, я не собираюсь ни в кого кидать ссылками. Я считаю так, что все самое ценное, как бы, квинтэссенцию того, что мне было что сказать на сегодняшний день, на своих 42 года, я сказал. И я сказал в этой книге. Поэтому во многих отношениях это как концентрат кока-колы, если его выпить, может стать дурным. Вот, поэтому некоторые рассказывают, что читают, там, кто-то написал, что прочитал 150 страниц на одном дыхании, это вот в Польше уже дошла до Варшавы книжка, и дальше интересный комментарий, что после грамотно написанного русского языка хочется грамотно самому говорить по-русски. Это приятно. Кто-то же, наоборот, открывает страничку, читает один-два абзаца и закрывает на несколько дней, ему достаточно. Поэтому, опять-таки, в интервью меня спрашивали, на какой возраст книжка. Это книжка без возраста. Она, если подросток умный, пытливый, образованный, это уже для него. Если человек в преклонном возрасте, которому это, как бы, неинтересно, это не для него. Поэтому книжка, она без ограничения по возрасту. Ну, более детально я расскажу во второй части, когда, собственно говоря, презентация книги, она именно из этого и состоит, что автор читает какие-то фрагменты, тем, кому совсем скучно уходит, но я думаю, что таких не будет. Да, это все предыдущие, да, точно, да. А в третьей части, уже объявляя регламент, в третьей части, значит, каждый из вас будет иметь возможность, каждый из вас знает, кого ждет бесплатный экземпляр, который уже когда-то им оплачен. Огромное вам еще раз всем спасибо. Я просто вот многих, то есть я просто не могу сейчас каждого поименно как бы поблагодарить, но каждый из вас знает, и как бы действительно мою благодарность за то, что вот вы приняли участие в этом проекте. Так вот, каждый, кто знает, что его фамилия есть в ведомости, он получит эту книжку. Если кто-нибудь захочет, я ее подпишу. Вот, а те, кто об этом проекте узнали только сегодня или в ближайшие дни, эту книжку можно будет купить. Цена задекларирована пока что на нее. На первых 100 экземпляров 200 гривен. И огромное, конечно, спасибо Тамаре Григорьевне, что она успела с типографией, со всем этим, до этих перетрубаций цен, что мы успели это все забрать. Потому что если бы это было на две недели позже, то вот этого все, этого ничего бы не было бы уже. Очень у нас замечательный, как бы порядочный друг, хозяин, владелец типографии, который как бы не стал действительно нам повышать цены. Мы ему аванс, задаток, как бы часть проплатили, незначительную, только в конце ноября еще. Вот, и он просто действительно, потому что все это на импортной бумаге. Дело в том, что он бы может с удовольствием, но ему все это приходилось... Отечественной бумаги просто нет. Да, да, такого уровня качества бумаги. Она весит 806 грамм. При желании ей можно убить. Да, но если как бы так смотреть в переносном смысле этого слова, я иногда собственной книжкой пользуюсь, чтобы убить собственных врагов внутри себя. Знаете почему? По простой причине. Потому что ты иногда что-нибудь говоришь. Тут есть фрагменты писем, переписки мои с людьми, кстати, в том числе и с многими из вас. Ты что-нибудь говоришь человеку, ты его в чем-то, допустим, ты помогаешь человеку решить какую-то его вопросовую проблему, ты включаешься, ты рождаешь какие-то для него образы, а потом вдруг начинаешь прислушиваться. Ого! А сам-то ты это выполняешь, а сам-то ты живешь по таким принципам. А тебе самому это не полезно вообще, как бы прислушаться к тому, что ты только что посоветовал. Поэтому я хочу сказать, что в плане того, что можно убить, я лично проверено пользуюсь. Не знаю, насколько будет язык удобоваримый. Вот тут как раз именно постарались редактора. Я хочу поблагодарить первого редактора Елену Кондратьеву и второго редактора Тамары Григорьевны, которая буквально... Я просто поражен, как она вживалась в текст. Она по памяти помнила, где на каждой из этих 500 страниц какая-то сомнительная фраза, которая может быть двояко истолкована, и ей нужно было все-таки со мной встретиться и эту фразу обсудить, чтобы у читателя не возникало какого-то двойного смысла, чтобы смысл был донесен... Это как цензура, это не так было. Нет, я же что-то говорил, что можно пройти, а что-то же нельзя. Я же автор такой еще вредный, конечно. Вот, поэтому на этой ноте я хочу Тамаре Григорьевне передать слово. А можно я с ней буду говорить? Да, автору положено возвышаться, а я среди народа. Ну, Зоря и так много рассказала о книге, что уже, не знаю, может, ее уже не надо читать, потому что уже все рассказано. На самом деле это шутка, потому что действительно в такое сложное полемическое время, когда люди перестают доверять друг другу, вдруг доверить свои мысли, свои чувства, вот так, как это сделал Зори, который всегда в кругу людей, и с разными людьми у него разные отношения. То есть с кем-то он спорит до посоединения, с кем-то соглашается, у кого-то что-то, так сказать, воспринимает, с кем-то восхищается. Но он во все влазит вот с такой необыкновенной эпидантичностью, он дотошно, досконально знает все то, о чем он пишет. Он ошибается, он может заблуждаться. Не все его взгляды, допустим, я лично разделяю, но то, что это его взгляды, то, что это не для того, чтобы действительно кому-то угодить, кого-то привлечь к себе. И вот эта книга, вот мне задала журналистка с телевидения вопрос, является ли, значит, можно ли назвать Зори писателем. Я сказала, что каждый человек, который внятный текст может написать, это писатель. Писатели не назначают ни в союзе писателей, ни в союзе журналистов. И я считаю, что Зори – это настоящий писатель, которого вы прочитаете в любом случае с большим интересом, потому что человек действительно многое видел, многое знает, многое изучает. И потом его свойства, значит, он композитор, он сочиняет музыку, он исполняет музыку прекрасно. Можно станцевать еще. Да, ну это вот мы не пробовали, надо еще это попробовать, потому что музыку слушали, слышали, и много общих интересов у нас. Да, это правда. Это правда, да. Но потрясающе в этой книге, вот такой книги путешествий, там по разным странам, с разными людьми встречи, это то, что у человека еще, это выливается в стихи. То есть кроме того, что он писатель, он еще и поэт. Причем поэт не заурядный. Я надеюсь, что вы заставите его прочитать, вот я думаю, он и сам согласится, несколько его стихотворений, потому что они необыкновенно искренни, вот и написаны хорошо, что тоже сейчас, в нынешнее время, когда действительно обрушивается столько неотыданных и неприятных и трагических вещей, вдруг найти правильные слова проникновенные, бывает тяжело, потому что человек замыкается на своих бедах. Такое, зори, человек открытый. Он зори, светит всем. Все. Мне, честно скажу, слово писатель в целом, конечно, не нравится, потому что, наверное, для писателя это... Надо было писать. Да, потому что одна книжка, это как бы еще, наверное, ну, потому что... Я, кстати, еще хочу... Я буду говорить можно стоя, по одной, по другой причине, потому что я таким образом всех вас вижу. Мне бы хотелось бы как бы... А снизу тоже. Да, я буду вообще сегодня, если можно, стоя. По поводу писателя. Вот хороший тоже такой момент. Тамара Григорьевна правильно подняла вопрос. В нашем современном мире понятие писатель, оно нивелировалось. Оно ушло на нет. Я имею право так говорить, потому что я дипломированный композитор. То есть я композитор именно по диплому. Я закончил Гнезденскую академию, у меня в дипломе написано композитор. Это как в старом советском фильме, когда парень с девушкой встречается, девушка говорит, а ты вообще кто? Я, говорит, философ. Я, говорит, на философском факультете в МГУ учусь. Ну вот, то есть я как композитор могу позволить себе сказать, провести такую вот как бы вот анализ того, что в современном мире очень много графоманов. Графоман это человек, который считает себя ну нечто большим, чем из себя представляет. То есть выдает из себя нечто большее, чем из себя представляет. А кто это может решить? Ведь в графомании вообще упрекали, мы опять начинаем спорить, так всё время на протяжении до создания книжки, во время создания. На самом деле, графомания, это такое же относительное понятие, кому-то кажется, что это графомания, кому-то, вот люди, читающие Кавку, например, некоторые, они просто толбенеют и говорят, про что это? Про что это, вот, когда начинают там читать некоторые романы Кавки, совершенно сюрреалистические, вот, и некоторые, это не то, что графоманы, они вообще не считают, что это писательство, что это просто вот маразм, болезнь, там, всё что угодно. Поэтому вот, не надо, писатель тот, кто написал, графоман, он или не графоман, показывает только время, только время. Мне кажется, если человек написал одну книжку, это ещё, наверное, не писать. ой, ну, это всё игра словами на самом деле, ну, написал, написал, что стыдиться теперь, не выдержал. Просто, когда-то, я 10 лет назад, писал, статейки, так, статейки, вот газета Тумба через дорогу находилась, в здании облдержадминистрации, у меня была такая рубрика, она называлась «На все так файна», вот, и зная, конечно, мой мерзкий характер, мне как раз поручали что-нибудь такое написать, чего, как бы, другие промолчат, о чём другие промолчат. Вот. И, очень многие знакомые тогда говорили, ну, конечно, он ещё там, он уже теперь пишет. То есть, он там играет, он теперь пишет, вот я поэтому и говорю, что он танцует. Поэтому, как бы, когда в этой череде ещё здесь слово «писатель», то, у простого человека не возникает ощущения, что, как бы, человек может делать всё хорошо, качественно. То есть, есть ли он всего понемножку? Нет, это всё пережитки вот советского образа мысли, потому что только Союз писателей назначал, кто в Советском Союзе писатель, а кто вот просто погулять вышел. Там, Войнович, прочь, Бродский, тунеядец, а кто сказал вам, что вы поэт, спросили Бродского. Поэтому, это такая глубокая полемика, на самом деле, надо писать и ничего не бояться, а время покажет, писатель ты, или читатель, или ещё кто, или критик. После этих слов, когда вы ещё сказали, что мои стихи там глубокие, интересные, я теперь, я принимаю, я писатель. Я памятник себе. Да, раз такое дело. Вот, я теперь хотел бы, если можно, тоже предоставить слово Алексею Владимировичу Некрасову, вот, как генеральному меценату, одному из двух этого проекта, и, к сожалению, у нас есть ещё один генеральный меценат, он живёт в Луганске, вот, Вадим, Вадим Гойда, и он, в связи с этой ситуацией, он очень хотел приехать. Ещё до Нового года, если бы мы выпустили книжку, он бы приехал на презентацию. Сейчас у меня последний, я с ним общался в Вайбере, он сказал, что, к сожалению, граница перекрыта, мы ведь не можем переприехать. Ну, что ж, я всё равно очень рад, что участие людей в этой книге не ограничено территориально, в нём участвуют и разные континенты. Вот, две книжки сейчас, буквально несколько дней назад, уехали в Америку, вот, одна книжка в Варшаве, и сейчас несколько книг поедет в Россию. И поэтому, я считаю, что, как бы, литература и вообще искусство, как таковое, оно всегда выше любых границ, национальных принадлежностей, любых конфликтов. и так вот, Алексей Владимирович. Конечно, после таких слов, высокоинтеллектуальных людей, тяжело что-то сказать, интересно, умно и так далее. хочу, хочу, в первую очередь, поздравить, Зоря, что всё-таки он издал эту книгу, поздравить многих, то же самое, из вас, поблагодарить, что вы нам помогли, Зорю помогли, и, конечно же, Оксану, жену, Оксану Фаин, что она одолжила очень много усилий в издании книги. Я Зорю знаю уже лет 12, мы с ним подружились, тогда я знал его как профессионального фотографа, потому что в этой сфере тогда работал, ну и сейчас работаю. Дальше, конечно же, большая интересная биография, которая, общаясь с Зорием, узнал, что он и профессиональный композитор, закончил книгскую академию. После этого все начинания, которые шли, то есть то, что он писал, статьи, заранее планировали, что будет создаваться книга, и мы все узнали, что он писатель, профессиональный писатель. Вот. И хочу поблагодарить Зорю, благодарить и пожелать творческих успехов, чтобы был мир в его доме и у всех нас, и что в ближайшее время была издана еще одна книга. Наверное, скорее всего, в большем тираже эта книга, и параллельно уже следующая, тоже интересные очень темы, которые будут интересны всем нам. стабильность, будет больше творчества, больше результата, узора у нас всех. Спасибо большое. Я хотел, кстати, пару слов добавить. Алексей правильно сказал, мы с Алексеем знакомы очень много лет, и действительно, я-то умею языком молоть много, вот мои учителя сидят и улыбаются. Это правда. А вот Алексей как раз очень много лет, я его знаю, он настолько чудесный специалист в своей сфере, он организовывает праздники, организовывает свадьбы, организовывает разные мероприятия. Да, просто он в общем-то довольно немногословный, но то, с какой детальностью он следит за всем происходящим вокруг, за все годы ни одного недовольного клиента, людям очень нравится все, что он делает. поэтому большое спасибо. Я в целом хотел бы еще попросить, может быть, пока вот такая как бы у нас не литературная часть, как бы такая организационная, я хотел бы попросить, может кто-нибудь из вас бы еще что-нибудь сказал. У меня вот здесь, вот как на первой парте, вот Юрий Меланишин, тоже один из спонсоров, участников проекта, мой большой друг, может несколько слов, потому что я видел, вы говорили на камеру, может быть, то же самое повторите для аудитории. Можно, что-то другое. Также прямо как да, нормально. А, можно рядом сейчас. Да, я, наверное, закрываю. два года назад, я один из первых, наверное, узнал на планируемом издании книги, и я, как сказал уже журналисту, сама мысль о книге, о том, те идеи, которые существуют у автора, могут вылиться издания и быть доступны большему количеству людей, оно открыло мою сердце лично. Больше всего, конечно, мне эта, конечно, идея понравилась, тем более, что с Зори мы переписывались и в социальных сетях, имели возможность общаться в кругу тех мероприятий, которые, например, мы проводили. Не секрет, что Зори является как бы партнером по, скажем так, визуализации конкурса, именно которым доверяют. Большое спасибо. То есть, все видят, как это все происходит благодаря фотографиям студии Зори Файн. Поэтому там вылились все идеи, там прекрасный дизайн, по крайней мере, то, что мне удалось как бы увидеть само название. Я удерживался от разного рода комментариев, хотя многие из них мне были известны, я их читал, я не встревал ни в полемику, старался насколько можно поддерживать Зори, если вдруг были какие-то комментарии, которые где-то его цепляли. Не знаю, насколько мне это удалось, но это было. И, конечно, само ожидание уже этой книги было, скажем так, долгожданным. И я очень рад, что один из немногих людей, которые достойны признания не только в нашем городе, но и в целом в стране, именно таким образом будет представлен среди тех людей, которые будут иметь возможность эту книгу просто почитать. я имею в виду не только в Виннице, но и Украину в целом. Вот как быть. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, может кто-нибудь еще хочет сказать? Замечательно. Значит, тогда, поскольку у нас все-таки встреча посвящена литературе, как таковой, не знаю, может это, я не берусь говорить с большой или с большой или с маленькой, я теперь немножко хочу перейти к самой книге. Во-первых, само название Coffee Break с Его Величеством. Как писала одна наша бульварная газетка, Зори Фай настолько уже высоко из себя много чего мнит, что он уже собственно говоря и Его Величество и вот это само название эпатирующее всех. Замечательно. В общем-то, они недалеко ушли от истины, потому что не будешь себя сам любить, тебя не будет любить никто. Это для отговорки. На самом деле, отчего такое название? Книга состоит из нескольких таких больших пластов. Условно, она поделена на шесть неравных по размеру глав. Один из основных пластов это размышления в поездках. Одна из поездок встреча украинских бизнесменов с шейхом Эмирата Рассенхельм Его Величеством Мохаммедом Мальдасини. Замечательный, простой, совершенно простой, адекватный, геологичный, образованный молодой человек. Младше меня надо. Раз уж вспомнили про шейхов, то шейх соседнего Эмирата Дубай посмотрите в инстаграме FUS13. Это фантастика просто. Это фотографии и маленькие видеоролики, которые он выставляет. Он и кровь сдает в больнице, и он на самых высоких на буржах Халибе у себя. Действительно, кто может лучше всего пропагандировать собственное королевство, как не шейх. это совершенно новый тип правителей, которые появились сейчас в 21 веке. Это ничего общего с нашими холеными деятелями высокопоставленных не имеет. Это демократичные, хотя, конечно, это богатейшие люди в мире. Встреча с одним из таких шейхов произошла в Эмирате Рассельхейм. И вот эти некоторые сравнения о том, как у нас прилетают по три военных вертолета Ми-8, и командир экипажа первого не знает, из какого второго или третьего выйдет президент. Как номера машин одинаковые. Очень много таких небольших зарисовок, которые мне приходилось по долгу службы, будучи фотографом, обслуживая такие серьезные мероприятия, которые мне приходилось видеть. Но, имея свой язвительный характер, я, конечно, не мог об этом не подтрунить и не мог не сравнить о том, что шейх, например, в арабском государстве, согласно Корану, это всего лишь равные среди равных. И с каким уважением, почтением смотрели след отъезжающему господину, который уехал на простом белоснежном мерседесе с одним водителем, никакой охраны, никакого спецназа, никаких снайперов на вершинах, ничего этого, как у нас, не было. Собственно говоря, вот этот кофебрейк с его величеством, то, что действительно имело место, здесь на самом деле ни одного слова выдуманного нет. здесь я как бы вот особенность этой книжки, чем я горжусь как автор, что я ничего не придумал. Вот по этому поводу, вот продолжая тему о графоманах, так вот уже перекликаясь, у меня, например, есть четкий стерео, ну как бы четкое представление, что я, например, лично вкладываю в понятие графоманства, это когда я открываю книжку, читаю страницу другую, третью, я понимаю, что просто у меня меня окрадывают, у меня отнимают мое время, то есть на что-то такое пустое, например, диалог, который может там быть в одном предложении или мысль, которая может быть в одном предложении, она растянута на три страницы, я, например, это смаковать не хочу, но я понимаю, что вкусы бывают разные, поэтому действительно правильно Тамара Григорьевна сказала, понятие как бы графоманства или писательства в хорошем смысле слова, это у каждого глубоко личное, тут как бы нету как бы общий критерий. Есть время, то, что остается, то настоящее, то, что не настоящее, уходит. Ну я-то это не увижу потом. Мы заранее знаем. Да, вот, в то же время у этого названия есть вторая, вторая составляющая, вот как раз то, о чем писала вот вульварная газетка, составляющая заключается в том, что мы настолько постоянно в суете вот этого нашего мира, я об этом когда-то еще говорил, у меня было часовое интервью, снятое одним кадром на телеканале Smart, я об этом говорил, что мы все время настолько смотрим под ноги, что нам просто некогда поднять голову и посмотреть на небо, которое может вдруг окажется прекрасным. Вот, может быть, потому что как бы я фотограф, я работаю образами, и вот эти вот все время перекликания образов, оно и дало второй смысл этому названию, чтобы на секундочку призвать читателя остановиться на минутку, успокоиться, заглянуть в себя любимого и посмотреть вообще в правильном ли направлении мы вообще движемся, потому что порой за вот этой бесконечной скоростью, вот, что дают пианино, мне два, вот, чтобы такого как бы не было уже в нашей жизни, то есть, поэтому многие моменты, многие моменты, вот как бы об этом в общем-то и речь, как я уже говорил, книжку, в принципе, можно открыть в общем в любом месте, но я как бы, чтобы не утомлять всех вас, я оставился, я себе вот в этом сигнальном экземпляре положил ряд закладочек, у меня есть друг в Москве, он заводч школы, он, к сожалению, не приехал, и он уже, он ко мне раньше приезжал каждые полгода в гости, но последней ситуации, он уже год как не приезжает, не буду комментировать, что показывать им по телевизору, вот, так вот, он мне всегда говорил, ты знаешь, я твои тексты читать не могу, вот, я очень люблю, когда ты мне сам читаешь, ну, в этом есть какая-то доля, конечно, паразитизма, да, халява, халява, но я согласен, потому что, действительно, многие фразы имеют такой смысл, который надо именно интонированием, интонацией, интонированием это из музыкальной сферы, интонированием нужно подчеркнуть те акценты, которые, как бы, автор хотел расставить, вот, я поэтому я не знаю, как бы, она, я начну с самого простого, самого простого, может быть, что? А мне кажется, что стихи стоит почитать. Со стихов? Да. Самых грустных? Самых грустных, да. Хорошо. Проникновенных. Да, поскольку, как бы, книга писалась в течение многих лет, основным поводом, вообще, к самой идее создания послужило начало ведения блога в 2009 году. Ну, как бы, поскольку я человек открытый, многие, как бы, знают, какие мне приходилось пережить чувства последние два года. Вот, это все, конечно, нашло отображение в моем творчестве, в первую очередь, вот в том, что написано в этой книге. Поэтому, раз Тамара Григорьевна просит со стихов, я начну с самого грустного. Остаивает. Да, я начну с самого грустного. Это один из первых стихов. Я вообще планировал им завершить книгу, но книга завершается более оптимистично, чем этот стих. Угасаю свечой парафиновый постол, Отсветив, догорел, Сколько б ни было сил Отслужил, Оставляя ваш мир Величайшей, Спокойную поступку. Я домой так хочу, Я покоя годами просил. Мне не стыдно Простым и затерянным Странникам Постучаться тихонько, Я знаю, Что мне отопрут. Я его побеждал, Этот мир, Я и часа в нем Не был изгнанником. Над своей суетой Взвивал Отрезляющий кнут. Вы смеялись, Грубили, Топтали, Плевали и резали. Я скрывал Окровавленный пот, Вы не видели Высохших слез. Я давно вас простил, С вами до смерти Скучно тверезами, С вами пьяными Горько, Губители собственных грез. Пусто, Душно, Душе моя очня Опостылило, Ваши ценности, Смыслы, Ничто, Не отрушенный прав. Ваши страсти, Как мог, Угашал И годами Студил я, Прозу жизни Старался Всегда Приободрить В стихах. А теперь Угасаю. И вы не мешайте, Слезливые, И не плачьте По мне, Не угнаться Вам след за рекой. Ваши слезы, Как чувства Ко мне, Не лукавьте, Фальшивые. Так позвольте Отрезать, Позвольте Остаться собой. Здесь есть В книжке Есть проникновенные Главы о любви Вот В Валайском замке. Я хочу До них Довести По чуть-чуть. Надо начинать С любви. Красиво, да? А, ну хорошо. А потом уже После любви Можно уже и грустное. Хорошо. Согласен. Здесь есть Да, Два Небольших эссе Посвященных Статуе Статуе Влюбленных В Валайском замке. Это на западной Украине. Вот первая Основная фотография Она Это инфракрасная. Кстати, В основном Из 60 иллюстраций Практически все Инфракрасные Специальным фотоаппаратом Снято. Некоторые Которые по смыслу Мне нужны были Но они Инфракрасных не было Они просто Обесцвеченные Черно-белые. Просто я почему Показываю эту фотографию Потому что Ей посвящено Две статьи Первая называется Двое вне времени И пространства Я ее как бы Не буду читать Оставлю интригу А вот я Почитаю вторую Та же самая Статуя Уже зимой Статья называется Любовь под снегом Наступила зима Показывают жизнь Человека Весной Весной расцветает Юность Лето Время Знойной Молодости Осенью Приходит Понимание Жизни А зимой Старость Но в любом возрасте Из года в год Нам свойственно Переживать Весь природный Цикл Заново Мы ждем Весны Тогда Расцветают Наши надежды Спадает Тяжесть Однообразных Унылых Вечеров И пьянящий Воздух Выманивает Нас Из дома И нам кажется В круговороте Вновь закипевшей Жизни Что мы всегда Будем любоваться Этим неприходящим Ясным солнечным Днем Слушать птение Птиц И ждать Золотой осени До следующих Холодов Мы не птицы Нам некуда Улетать Тем более Невозможно Улететь От самого себя И наступает Пора Вспомнить о том Что надо и собирать Разбросанные Повсюду Камни Разбросанные Как и невежество Так и под влиянием Казалось бы Благородных Порывов Потому что Вдруг ты незаметно Для себя Окажешься На пороге Вечности Да еще и С раскристанной Душой Постоять на пороге Никогда не помешает На пороге Ветрено Душа нараспашку Приглушены Краски Ты замер Солнцу Непозволительно Вмешаться И порадовав Ясным деньком Отвлечь От тяжелых Раздумий И кажется Что ты уже Не на этом свете Что пережил Переход И отрезляясь Пронизывающим Холодом Видишь Сколько в тебе Еще лжи Отбрасываешь Все свои лишние слова Как балласт Никчемные горы Хлама Ничего эффектного Впечатления Они не принесли Ничегошеньки Они не утешили Тебя безутешного Не успокоили Плачущего Только вспрыскивали Яд высокомерия И значимости Даже когда Обладаешь Великой силой Оживлять слова Меняя их Природу Существительных На глаголы Можешь ли ты Хоть на миг Отодвинуть день В который Наравне со всеми Заглянешь за грань И какой бы Значима ни была Например музыка Она ничто Если в ней нет пауз Нет воздуха И останавливаешься Уже не для того Чтобы перевести дух А чтобы замолчать Чтобы тебе Заговорила тишина Если бы мы Умели слушать тишину Променяли бы Реквием По себе уходящим На каплю света Чистого Незамутненного Даже собственным сознанием Единственная Отстрочка Твоя любовь Ты можешь выйти За порог Тебя никто Особо не держит Но если любовь Осталась неразменной Если ее Не подменили В тебе на суррогат Тебе лучше Остаться Ты получишь Колостальный шанс Саму возможность Творить любовь Не быть творцом Но его ассистентом Что куда лучше Чем быть его Пересмешником Когда мы любим Боль не страшна Нам наплевать на боль Но боль берет свое Если она не согласна С тем Что твоя любовь Уходит в песок Боль Это тень любви Если твоя любовь Породит ответную любовь Они как от удара Кремния о камень Заискрят новой жизнью Но стоит ее лучам Уйти в холодное Пространство отчуждения Напороться на ледяное сердце Острым лезвием По живому Тебе напомнят Не станешь ли ты Проклинать тогда День своего нового рождения И скажешь ли ты Что и тогда тобой Движет любовь Ведь человек Несовершенен во всем Альтруизм Его может быть Безмерно велик Сообразно его душе Или он может быть Безобразен Сообразно своим инстинктом Всегда удобно Спрятаться в эгоизме Пусть даже Вопреки здравому смыслу Отсидеться Пытаясь погасить Разволновавшегося Безконтрольного ребенка В себе Взвесить все доводы Опираясь на рекомендации Законодателей Модных взглядов И родительские табу А 8 Волшебное слово Сколько чудес Не совершилось Сколько солнц Не воссияло Благодаря взвешенному Немного смазанному Патокой Немного покрытому Патиной Этому исконно Русскому слову Это обратная сторона Твоего волшебства Когда горы движутся Реки плещутся Должно быть Такое чарующее Словечко Которое Заморозит Любое действие И вернет его К исхонному Архаическому Состоянию Тремы Поэтому И боль Не нужна Прикладываешь Годами Непомерные усилия Но для твоего Духовного роста Они как правило Часто оказываются Бессмысленными И на пороге Оказываешься Раскрестанным Всем ветрам Доступным И ты собираешь Разбросанные Когда-то Камни А в юго-то Изымела Последние Твои следы Где уж там Разглядеть Оставшиеся Живые частички Своего сердца А если Час пробил И перед кем Тогда оправдаешься Что не успел Кому поплачешься Что до последнего Ждал Что твой свет Вернется из вакуума И согреет тебя Самого Отраженную Преумноженной Ответной любовью Любовь под снегом Это наша жизнь Не будет у нас Никакой весны Если в холодные Морозные Серые будни Не хранить Этот хрупкий Росток У самого сердца Запахивая Ворот шубы Понимая Что глупо Было бы Растрачивать жизнь Только на самого себя Кстати Вот эта Эта статья Вот эта Последняя фраза Как раз Она должна была Быть вообще Литмотивом Всей книги Вот Потому что Действительно Вот правильно Тамара Григорьевна Сказала Вернула меня На правильное русло Эта книга На самом деле Она о любви Она в первую И во все Очереди Она о любви Только Эта тема Ведь-то очень Заезженная Что о ней Говорить Это Сказано уже Столько всего Написано Столько всего Вот Поэтому Мне самому Она нравится Любовь под снегом Это наша жизнь Я вот Честно говоря Читаю И она у меня Прямо Такой Отклик Может Еще туда Любви Продолжить Или Не надо Ну Я не знаю А что Вы еще Хотите Ну Я хотел Какие-то Без этих Без полемического Задора А Хорошо А что-нибудь О городах Можно Да Да Хорошо Ну Они Длинные Все У меня Редактор Лучше знает Что у меня В книжке Такое Что можно Почитать Да Да Здесь Очень интересно О городах Они Действительно Они Очень Длинные Они Очень Длинные Поэтому Может Быть Какие-то А Давай Да Вот Это Кстати Семь Дней Она Точно Она Короче Всех А Кстати Вот Фрагмент Начала Статьи О Стокгольме Она Очень Коротенькая И Она Про Стокгольм Вообще Не Напоминает Она Начинается 131 Да Стокгольм Я Не Совсем Согласен С Довлатовым В том Что Туризм Как Он Сказал Это Жизнедеятельность Праздник Для Меня Это Поиск Себя Безусловно Для Этого Может Никуда И Не Стоит Ехать И Вероятно Можно Обойти Весь Мир А Себя Так И Не Обрести Но В новых Условиях Ты Видишь Неожиданную Реакцию Души На Происходящее И Можешь Сделать Вывод О Сделать Вывод О Ее Состоянии Или Наборе Ценностей На Сегодня Если На Ситуацию Смотреть Иначе Более Честно В Путешествиях Ты Отдыхаешь От Самого Себя В тот Миг Когда Душа Питывает Окружающий Мир Она Выходит За Рамки Собственного Мещанства Становится Что Лишь Шире И На Время Обосабливается От Бесконечных Внутренних Переживаний И Подключений А Дальше Идет Про Паром Романтика И Как Там Начало Колбасить Сверху Фуры И Почти Мы Чуть Не Утонули Но Это Отдельно А Вот Я Хотел Еще Фрагмент Статьи Фрагмент Статьи О Нюрмере Конец Самый Надо же Столько Всего Кто Это Все Написал Ага Вот Здесь Вот Это Самый Конец Статьи О Нюрнберге Называется Нюрнберг Сказка И Трагедия Последние Две Странички Гигантское Поле Цепеллина Огромный Плац Для Парадов И Страшная Трибуна Именно Она Показана Во всех Документальных Фильмах Лени Рефеншталь Рекомендую К просмотру Как учебный Материал Для Операторов И Фотографов Многокамерная Съемка Смена Планов Низкие Точки Съемки Трибуна Фюрера Перед этой Трибуной В 1938 Освещенной Сотнями Прожекторов В шеренках Стоял Миллион Нацистов По периметру Множество Развивающихся По ветру Знамен Со свастикой Гитлер Лично Одал Распоряжение Архитекторам Вы должны Сделать Видимым Ветер Сейчас Я стою На этой Заброшенной Трибуне И перед глазами Проплывает Вся новейшая История Государства Падение Империи Экономический Спад Голод Депрессия Попытки Коммунистов Во главе С Эрнстом Тельманом Совершить Переворот Приход Национал Социалистов Поджог Рейстага И наконец Лидер Объединивший Нацию Сумевший Возжечь И возвести В культ Национальную Идею Которая Стремительно Подобно Полету Вагнеровских Валькирий Взмывала В небо Самолетами Люфт-Ваффе Электронный Гид в центре Однако И утаивая Что его Мать Приходилась Племяннице Его же Отцу Кстати Слово Фашизм Тоже Ни разу Не прозвучало Вот так Небольшой Городок Во Франконии Второй По величине В Баварии После Мюнхена И 14 По размеру В Германии Расположенный На тихих Извилистых Берегах Речки Пегниц С великолепными Замками Подвесными Мостами Стал Праздармом Для таких Противоречивых И неоднозначных Событий Мировой Истории От средневековых Рыцарей И пребывания Императора До идеологического Центра Нацизма Именно здесь В Нюрнберге Петер Хенляйн Запустил Первые В мире Карманные Часы Именно здесь Мартин Бехайм Создал Первый Глобус По ироническому Стечению обстоятельств После Второй Мировой Войны Именно здесь Поменялось Время И земной Шарство Становится Другим Совсем Другим Мог ли Предположить Рихард Вагнер Посвятивший Городу Комическую Оперу Нюрнбергские Мастерзингеры Что его Нескрываемый Антисемитизм Сыграет Более весомую роль В 20 веке Нежели Его гениальные Оперы Которыми Одинаково Заслушивались И самый Романтичный Король Баварии Людовик Второй И самый Жесточайший Рейхсканцлер Германии Адольд Китлер Первый Восхищаясь Парсифолем Лебединый Нойшвайнштайн Второй Строил Концлагеря По всей Европе Свинцом По сердцу Выжженными Названиями Дахау Освенцем Треблинг Вот она История Человечества Фраза Произнесенная Еще Сицероном Как символ Высшей справедливости В 20 веке Появилась На воротах Бухенвальда Едем Даст займ Каждому Своем Я Честно говоря Не могу Без слез Читать Эти фрагменты Я по этому поводу Хочу прочитать Как раз еще Последнюю самую Статью Она тоже Об этом же В общем-то Может вы Обратите внимание Вся книга Как эпиграф Она Посвящена Вот я Зачитаю Посвящается Моему многострадальному Еврейскому народу Всем невинным И безропотным Жертвам его А также Всем жертвам Любого геноцида Репрессий Войн Всем тем Чья жизнь Оборвалась Помимо их воли Если бы они Продолжали жить Возможно Сегодняшний мир Был бы светлее Также посвящается Светлой памяти Моей матери Ирины Файн Моего дедушки Михаила Лектора Моей тетушки Лидии Березовской Вот последняя Литературная часть Потому что там еще идет Шестая Она посвящена Сугубо фотографии Ну вот как бы Последняя статья Из литературы С немножко провокационным Названием Но вы в конце Поймете о чем речь Кто выжил После голодомора В Украине Полицаи Или святые Часто я сидел ночью У костра На берегу Южного Буга И сматривался В огромные Торчащие Из воды Волуны Возле реки Сыра И первые годы Непривычно было Спать в палатке Где промозгло Даже посреди лета Потом я стал Приезжать сюда С караваном Намного уютнее И чай на плите Согреешь И коровы Утром Не набредут на тебя Если пастух Зазевался С плавом На катамаранах Сюда в Печоры Трудно пройти Слишком много порогов Обычно наши Спортивные маршруты Заканчивались Выше по течению В Воробьевке Прошлым летом Однако Мимо Печоры Прошло несколько Больших байдарок С сотрудниками Какой-то столичной фирмы Буквально через пару Километров Вниз по реке Их ждала Смонтированная Прямо Посреди поля Сцена Шоу-программа И милиция Охраняющая Их дорогостоящий Корпоративный отдых Я люблю эти места Чуть выше Где заканчивается Пляж И начинается Парк усадьбы Потоцких После революции Дворец превратили В тургиспансер Сохранились Каменные лестницы Ведущие Прямо к воде И тихие Скрытые От посторонних глаз Купальни Если же идти В противоположном направлении В сторону Братслава Проходишь Узкое место Между рекой И скалой Сверху На скале Стоит Старинная церковь И оттуда Открывается Красивая Панорама На реку Бух Пожалуй Это одно из самых Живописных мест Которые мне приходилось Видеть Недаром Я возвращаюсь сюда Многие годы С фотоаппаратом Открывая Неожиданные ракурсы Этого прекрасного Подольского пейзажа Добрасло Вдоль реки Километров 15 Не более Дорога Правда Все время Норовит уйти в сторону И давно не ремонтировалась Идти по этой дороге Было опасно Крестьяне Или румынский патруль Могли заметить И тогда пропадет Последняя надежда Передать в лагерь Продукты и лекарства В здании Тубдиспансера Согнали евреев Не только из ближайших местечек Но даже из Румынии И Бессарабии Сюда все они попали По этапу Именно здесь Проходила граница Влияния Оккупационных Румынских И немецких властей Янкель Бронфман 12-летний мальчуган И его две сестрички Старшая Рахель И младшая Ева Обычно шли вдоль реки Эти дети Как и многие другие Были единственной связью Узников концлагеря С внешним миром Украинских полицаев Охранявших лагерь В Печорах Можно было подкупить Охранявших Они закрывали глаза И разрешали детям Отправляться домой В окрестные местечки Родители рассказывали Где были спрятаны Денежные заначки На деньги и драгоценности Покупались продукты И дети с ними Возвращались в лагерь Условия содержания В лагере были чудовищные Недаром сами насельники Прозвали его Мертвая петля Приходу советских войск Из 50 тысяч человек Находящихся в нем В живых осталось Всего несколько сотен В тот холодный осенний день 42-го года Ребятишки шли понуро Мать строго-настрого Запретила им Возвращаться в лагерь Очевидно Она чувствовала Неизбежность конца Она велела им В дом соседа Кладбищенского сторожа Ефрема Его дом Находился на горе Практически на окраине Братслова Туда патруль Захаживал реже Дети всегда приходили Именно к нему Там они отдыхали Наедались Ефрем и Лидия Собирали им передачи В лагерь Но бывало Немцы захаживали И к ним Однажды зашел патруль А старшая Ева Простуженная На печи лежит Кашляет Баба Лида Причитает Ой, внучка захворала Аккуратно выправдила Немцев Чтоб не заразились И потом еще долго Благодарила Бога Что немцы Не зажгли хату Как расстатник болезни Но чаще всего Детей приходилось Пятать то на сеновале То в погребе То даже в старинном Подземелье Которых подбрасло Множество Ведь сдать могли В первую очередь Свои же, соседи И тогда Расстрел всем Пробыв у Ефрема Несколько недель Янгель начал Грустить о матери Ему очень захотелось Ее снова повидать И он самовольно Решил идти в лагерь Но не пройдя И километра Недалеко от старинной Мельницы Салитермана Его пристрелил Украинский полицай Полицай был из местных И он узнал Соседского еврейского мальчика Когда Ефрем Об этом услышал Он пошел Чтобы забрать тело И похоронить по-любски Но когда он склонился Над ребенком Появился румынский патруль Румын, думая Что перед ним еврей Приставил голове Ефрема дуло автомат Ефрем, будучи Человеком набожным Понял Что пришел И его последний час И перекрестился Румынский офицер Был удивлен Еврей не стал бы Креститься Даже перед лицом смерти Оказалось, что Ефрем Сруль Несмотря на еврейскую фамилию Походил из украинских Реестровых казаков Хотя по паспорту Выданным еще при царе Был записан русский Ему разрешили забрать тело мальчика И похоронить его на кладбище Рядом с ним на кладбище Лежит его отец На тот момент он был на фронте Младшая сестра Рахель Умерла молодой Ей было всего 35 От старшей Евы Бронсман Которая последние годы Жила в Израиле Письма перестали приходить В 2003 году Но именно ее усилиями Ефрему и Лидии Сруль Было присвоено Почетное звание Праведников народов мира После войны Отец девочек Женился во второй раз У них появилась Младшая сестренка Фира Она сейчас живет в Германии И стариков Срули Всегда называла Самыми родными на свете людьми Звание праведника мира Согласно закону памяти О катастрофе Государство Израиль Присваивает не евреям Спасавшим евреев Во время холокоста Всего по миру Такими праведниками Было признано Около 25 тысяч человек Две с половиной тысячи Из которых жили в Украине Практически никого Уже нет в живых Кроме громких имен Дипломатов Послов Фабрикантов Таких как Например Оскар Шиндлер Был и простой Клобичинский сторож Из Браслова Ефрем Сруль И его жена Лидия На месте Старого длиннобитного Дома Ефрема Теперь стоит новый Кирпичный Там живет его Проправнук Вова Мельник Нету его? Должен был приехать Вова Мельник С женой И маленькой дочкой Как и его славный предок Вова Украинец Охраняет старинное Еврейское кладбище На котором покоится И ученик Рэбе Нахмана Натар Дштернгадз Благодаря Натану Учение великого цадика Нашло множество Последователей По всему миру И в Браслов Рекой стекаются паломники Натан записывал За Нахманом Каждое слово А Вовина мама Ульяна Асачия Бережно хранит Как семейную реликвию Медаль и диплом Праведника мира Мой отец Родился в Браслове Уже после войны А его старшие сестры Бетти и Рая Файн Дом Они были примерно Одного возраста С девочками Бронфа Возможно даже дружили Незадолго до войны Мой дед Вывез семью в эвакуацию Не знаю кто его предупредил Возможно до Украины Донеслись от колоски Хрустальной ночи Кстати у полицая Пристрелившего Янкеля Тоже был сын Николай Он уехал в Москву Но после неожиданной смерти Маленькой дочери Запил Дочь умерла От обычной простуды Жена не стала терпеть Пьяницу И выгнала его Он вернулся в Браслов Где и жил Пил не просыхая Последние 30 лет жизни Ему постоянно Мерещились кошмары Два раза Загорался его дом Однажды он сам Сильно обгорел Умер Николай Пару лет назад А дом его продали Без документов Юродивому израильскому Хасиду Маше Интересно Есть ли связь Между смертью Маленькой внучки полицая И застреленными подростками Я не собирался Писать этот почерк Но оказалось Кроме медали и диплома Ни Ефрем Ни его потомки Не получили больше ничего Разве что Когда-то давно Пару продуктовых посылок Сегодня утром Я попытался связаться С израильским консулом И пообщался С одним из членов Президиума еврейских общин Украины Оказывается Раньше полагались льготы и пособия Но скромная украинская семья Никогда не заявляла о себе Когда я об этом сообщил Володе Он мне написал в соцсети Спасибо вам большое Вы очень добрый человек Случайному знакомому Так беретесь помогать В ответ я съязвил Откуда на нашем пути Бывают случайные люди Весь день я чувствовал себя Ни в своей тарелке Ведь ни его, Вовы, ни меня Могло бы на этом свете не быть Если бы не было таких Как его прапрадед А может у моего отца Был бы еще и старший Товарищ и друг Янкель Если бы не было таких сволочей Как тот полицай Который его пристрелил Завтра по календарю Новый год Весь красавец Браслак в снегу Замковой горы Лежит как на ладони Впереди мирно Течет южный бок И мало кто помнит Как 62 года назад Такие же декабрьские Морозные дни Полицаи и оккупанты Привели к реке Учителей и воспитанников Еврейского детдома Чтобы сбросить их в прорубь И Ефрем И полицай И семья Бронкмана И семья Файна Все они были соседями Жили в радиусе Не более одного километра Друг от друга И сегодня все смешалось Настолько Что трудно сказать Чьи вообще мы Да Ну таких грустных историй В книге на самом деле Не так много И Я специально ее Прочитал Чтобы вы понимали О том что Моя задача была Не написать книгу А моя задача была Собрать воедино Все то вот Огромное разнообразие Мыслей Всего того Что меня как бы Наполняло В течение многих лет Вопросов На которые я не получал Ответов Или те ответы Которые Я получал Но они шли в разрез С общепринятыми Вот Поэтому я думаю Что в общем то Книга должна быть Получилась По крайней мере Интересной Она заставит думать Это самое важное Как я всегда учу В фотографии Что фотография Ведь ущербный вид искусства Она статичная Она ограничена Как и картина В живопись Двумя осями координат Икс и Игрек Вот тут некоторые мои ученики Улыбаются И что собственно говоря Как запихнуть В фотографию время Так вот время В фотографии Это то Которое зритель Потратит на ее Осмысление Мы должны Настолько грамотно Знать законы композиции Чувство формы Цвета Так разместить Объекты в кадре Кстати об этом Целая отдельная глава Учебник по фотографии Здесь тоже Все это есть Так грамотно Разместить Чтобы зритель Проходя мимо Вдруг остановился И потратил Какое-то время На это осмысление Вот это время И засчитывается Как то время Которое В котором живет фотография В котором она развивается Дорогие друзья Я честно сказать Не буду вас больше Утомлять Вот здесь есть Столик с книгами Тогда вот Оксана там сидит С ведомостью Вот если Кто-то будет иметь Желание Я подпишу Все Подходите АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ouldnit Продолжение следует... 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 Продолжение следует...